Друзья, привет вам из Казахстана. Я думаю, что вот эта локация, это, наверное, идеальное место, чтобы начать этот выпуск про Казахстан. Хейтеры скажут фотошоп. Сегодня выпуск будет про природу Казахстана. Ну что, вы сами все увидите? Я, честно говоря, не знаю, получится ли у меня уместить все это дело в один выпуск. Смотрим. Может, их будет несколько. Сегодня нам не просто предстоит отправиться в путешествие. Мы познакомимся с историями, тайнами, легендами недр земли Казахстана. И героями, которые связаны с этими местами. Казахстан расположен в северных умеренных широтах Евразии. Здесь ярко выраженная смена климата. На севере страны длинные, суровые и морозные зимы. На юге менее холодные, но и там часто случаются заморозки. Это сейчас я еду по бескрайним просторам Казахстана на своем верном японском коне, гордо несущем свое имя Nissan Qashqai. Я, как всегда, на каршеринге. С нами Nissan Qashqai. Маленькое сразу же замечание к каршерингу. Не везде можно на нем поехать. То есть, вот я, допустим, катался в озеро Кальсай. Извиняюсь, если может быть неправильно называю. Туда нельзя было проехать. То есть, нет зоны покрытия, как они говорят. Я, короче, ехал, ехал, ехал. Раз мне звонят, такие говорят, куда ты, друг? Ну-ка, давай, возвращайся. Возвращайся обратно в город, куда поперся. Вот, поэтому не везде на каршеринге можно проехать. А представьте, как раньше, веками кочевники передвигались на огромное расстояние по степным пастбищам и высокогорным жайлау. Познавали язык и законы природы. Все эти особенности повлияли на развитие культуры, ментальности и быта казахов. Казахи считали, что мир дуален, что он состоит из белого и черного, аккара, противоположных и одновременно единых сторон. Даже когда ребенок совершал свои первые шаги, к его ногам привязывали веревку, а ложил, сплетенную из черных и белых лоскутков. И только почитаемый в роду старец или мудрец, познавший жизнь как единство и борьбу противоположностей, мог символически открыть путь и разрезать эту веревку. Продолжая тему дуальности, в степи появилось мировоззрение Тангри Умай, объединяющее в себе мужское и женское начало. Во время сезонных кочевок, зародился и степной календарь Мушел, ориентирующийся на звездное небо. Кочевой цикл подчинялся этому календарю и природе, где новый год начинался с весны. Оживала степь и красками раскрашивались места летних стоянок. При этом свободный кочевой народ своевременно начинал готовиться к следующему периоду зимней стоянки. Дорога фантастика. Это Марс в снегу. Вот если на Марсе был бы снег, вот он бы, наверное, выглядел. Как-то так. Из моих ассоциаций, одна локация, это когда я ехал из Калифорнии в Неваду, из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Вторая локация, что, возможно, вам окажется удивительным, который мне приходит на ум, это Дубай. Дубай, ну как бы не сам Дубай, конечно, со своими небоскребами. А если вы ехать из Дубая и поехать в сторону Амана, там тоже есть такие места, которые чем-то вот это дело напоминают. В Дубае я постоянно бываю, вот, и в Дубае, ну, можете тоже посмотреть. Я здесь снимал обзоры, тем более, если вы вдруг собираетесь туда, посмотрите, потому что я там много накатал, напутешествовал, вот, и может вам будет тоже полезно. Это какая-то фантастика. Пойдемте смотреть. Кто-то из вас, кто видит меня впервые, может сразу же спросить, как я вот так вот путешествую по всему миру. Я много где бываю, и на канале видно, да, что у меня разные страны, города. Ребят, я являюсь основателем компании Smaps Education, компания занимается зарубежным образованием, и я катаюсь по всему миру, смотрю учебные заведения в разных странах. Канал называется Smaps Education, мы проводим выставки в разных точках мира, проводим выставки в Казахстане, проводим выставки в России, проводим выставки в Азербайджане, в Арабских Эмиратах проводим выставки. Каждый год выставки в разных локациях, ссылочка будет на выставки. Мы привозим представителей со всего мира, представителей учебных заведений, школ, университетов, детские лагеря. Можно выбрать, можно посетить, пообщаться. Плюс еще есть такая тема, если вы планируете в далеком будущем учебу или работу за рубежом, у нас проходят мастер-классы, лекции по экзаменам международным, у нас выступают спикеры различные на разные темы. Словно узкие лабиринты извиваются долины рек Жет-Ису, запутывая в своих тесных ущельях и обрывистых каньонах Межгория. Эти особенности ландшафта всегда учитывались при оборонительных боевых сражениях, которые приходились на долю местных благородных батыров. Один из их знаменитейших представителей, реальная историческая личность Раенбек Батыр, чьи подвиги современные казахстанцы помнят и по сей день. После изгнания Джунгар через долины рек Кеген, Каркара Наренкол в знак независимости и освобождения Раенбек установил красный столб, обозначив границы между Китаем и казахи. Это был первый пограничный символ. Красная граница – напоминание всем о правах и независимости кочевого народа. В 1734 году в Петербурге Раенбек участвовал в соглашениях между казахским ханством и Российской империей. Он был послом в ходе дипломатической миссии в Джунгарию и Китай. И уже тогда Раенбек имел славу не только полководца, но и искусного политика и дипломата. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за независимость казахского ханства от вражеских нашествий. Народ настолько почитал Батыра, что назвал его Аулия – святой, слагая о нем песни и рассказы, дабы передать историю Раенбека сквозь века в вечность. С его именем связана одна легенда. В жаркие летние дни Раенбек Батыр и его сарбазы были в пути. Стоял неимоверный зной, не было воды и стали роптать его спутники. В сердцах ткнул Батыр копьем о землю и случилось чудо. В тот же миг появилось ущелье, известное сегодня как Кокпекское, где каждый путешественник может испить чистой прозрачной воды. И здесь, на территории современного города Алматы, нашел свой покой Раенбек. Согласно преданию, Батыр завещал предать его земле на том месте, где остановится белый верблюд. Над его могилой воздвигнут мавзолей, а созданная столетие спустя улица и по сей день носит его имя. Проспект Рейнбек Батыра Река Чарын берет свое начало высоко в заснеженных вершинах гор. Истоки устремляются в обширные равнины и питают засушливую степь вокруг древнего моря озера Балхаш. Ну ладно, ладно, давайте сфоткаю, если что делать. Чарынг Каньон, 10 километров. Кайф! Я прям получаю уже удовольствие. Платный вход на территорию платный. А кому платить? А, вон касса. Здрасте. Здрасте, здорово, пожаловать. Один. Все, спасибо большое. Ну все, я проехал на территорию, 1700 тенге. Только налег. Карточки не принимают, поэтому тоже имейте в виду. Здрасте. Здрасте. Где ты? В Киеве. В Киеве. В Киеве. В Киеве. Здрасте. парковка вот это центр визиторский там же кафушка и тут кстати можно заказать экскурсии там есть экскурсии с гидом и удобно что вот рядом здесь когда ходишь вокруг парковки сразу же висят карты небольшие показано что здесь есть вот к примеру долина замков видите вот так все это дело выглядит условное обозначение но я вам не буду рассказывать условного значения короче красота начинается черенский каньон еще одно олицетворение противоположных сил землетрясения породила горы потом на их формирование наложились внешние факторы и ветер вода и воздух и вот величественно стоят они и множество веков напоминая собой о непреложном законе формирования природы сегодня же этот памятник называют младшим братом американского гранд каньона каньон протягивается на расстояние в 154 километра вдоль реки чарен и находится недалеко от китайской границы чарен или как еще говорят шарен это название лингвисты и филологи толкуют по-разному но самая популярная версия гласит что пошло это тюркского шара или же жар яр что значит обрыв так что название максимально простой и логичны маленькие хитрецы все любовь и поехали ребят на ком он если вы приезжаете сюда пройдитесь просто мне кажется когда вы идете пешком вот это чувствуется вот эта вся природа атмосфера на машине ну это как бы это как в сочи на банане покататься о класс кстати на маршруте вот видите обозначение показано так питьевая вода дальше потому что летом здесь очень жарко но уже честно говоря вот я сейчас гуляю мне тоже пить хочется у меня есть свой вода летом жарко вода это конечно просто обязательное дело когда будете идти здесь представьте что возраст этих горных пород около 12 миллионов лет высота отвесных город 150 до 300 метров у некоторых частей каньона есть свои названия чертово ущелье каменный мешок лунный каньон река чарын вдоль которая растягивается каньон несет своей водой в реликтовое озеро море балхаш имеет свои притоки каркару и темерлик всего у нее 72 притока длина которых суммарно 1972 километра сама же река чарын растягивается на 427 километров как образуются эти высокогорные реки благодаря снегам и ледникам ну и конечно дождям талым и подземным водам это так называемое смешанное питание рек и зарождение бурного течения и постоянного водотока все это продолжается даже при выходе на равнины с засушливым климатом когда реки жит и су спускались с горы переходили в нижнем течении знойные равнины то превращали их в оазис и наполняли влагой обширные поля и степи рождали жизнь сегодня там выросли города включая алматы визитной карточкой города считается городской пейзаж с небоскребами на фоне заснеженных гор алматы расположен у предгорий заилийского алата которые входят в горную систему тяньшань расположенной на территории сразу четырех стран этим небесным горам именно так с китайского переводится название тяньшань более 400 миллионов лет и это активная горная система с высокой сейсмичностью здесь почему-то сюда идут следы и обратил внимание что следов нет а вот тут именно следы есть но и мы тоже пойдем тогда туда свернем немножко с дорожки что я понял здесь ребят вот это место наверное одно из крутейших мест где вообще был за свою жизнь честно я не был на гранд каньоне я был в америке на гранд каньоне не был но забываем про гранд каньон у нас есть здесь каньон в казахстане вот это место которое очень сильно и вы знаете вот там наверху есть другой маршрут поверху вся протяженность у него получается плюс-минус два с половиной километра идти кто-то может сказать 25 минут полчаса нет эти гораздо дольше потому что вы будете останавливаться фотографироваться и плюс здесь перепады в этого не видите но идете как бы вверх-вниз не сильные перепады но они есть многие ходят по верху не спускаются это ошибка друзья потому что реально вот ощутить все вот это всю эту мощь можно и нужно именно здесь внизу круто очень круто и бы не говорил или не говорил но от малька из нашего офиса смап салматы она сказала что лето здесь не самое лучшее место для посещения потому что здесь очень жарко да я не знаю кто здесь бывал ребят поделитесь какая здесь температура летом как здесь себя чувствуешь а масштабы всего этого дела на камере может она не выглядит так масштабно как здесь до когда вы присутствует но смотрите давайте вот камешек да допустим как выглядит вроде такой себе небольшой камушек короче как вам как вам размеры всего этого дела у ребятки с людей на собаку похож да есть такой смотрите чуть поближе вот это вот вверху уши в этом мордочке тут даже это лап смотрите фарикол да прикольные таки у меня день 3 в алматы у вас какая-то минута в этом видео но мы с вами вместе катимся по алматы по вот такой улице красота впереди горы когда есть мне показалось что в городе достаточно большое количество электриков ну то есть электрокаров не электрики которые там лампочку вкрутить а смысле электрокары ребят поделитесь как здесь в городе обстоят дела с электрическими подзарядками заправками электрическими можно это так называть то есть где где заряжаете автомобили как вообще, хватает ли этих электрических зарядков, зарядок, зарядков, хватает ли зарядков в городе. Еще парень бежит. Вот смотрите, в течение пяти минут я уже увидел, ну вот, кстати, пять бегунов, да. А, еще я выходил из гостиницы, тоже женщина бежала. Бегунов много. Парканулся там, и сразу же вот у вас фуникулерчик такой идет в горы. Я, короче, ленивый, я сразу же за билетами. Поднимаемся на Шамбулак. Вот они несколько дней не оплачивали, сегодня раз оплатили. Это моя первая остановка. И, как мне сказала кассирша, у меня еще несколько станций, то есть я поеду еще туда дальше. Конечно, страна, в которой столько гор, не может не предлагать разные зимние курорты. В Алмаде есть высокогорный спортивный комплекс Мидео, который считается одним из крупнейших в мире. Находится он на высоте 1691 метр. Один из его рекордов – ледовое поле на 10,5 тысяч квадратных километров. Здесь же неподалеку находится и самый популярный горнолыжный курорт в Казахстане – Шамбулак. Зоны для катания располагаются на высоте от 2260 метров. Здесь есть 8 трасс разной сложности. Моя вторая остановка. Я все выше и выше. И сейчас у меня уже будет так, был первый подъемник, второй подъемник, третий подъемник. Друзья, на этом мой выпуск подходит к концу. Напоминаю, что у меня есть второй канал с Maps Education, где я рассказываю про зарубежное образование, путешествую по разным странам и снимаю школы, колледжи и университеты, где вы можете учиться. Также у нас в Алматы есть офис, куда вы можете прийти и узнать больше о зарубежном образовании. Несколько раз в году в Казахстане мы проводим выставки зарубежного образования, куда приезжают представители различных учебных заведений со всего мира. Все подробности будут в описании к данному ролику или просто заходите к нам на сайт с Maps. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, если понравился данный ролик. И конечно, пишите в комментариях, какие еще места в Казахстане обязательно стоит посетить. Субтитры создавал DimaTorzok